Информационная тема последних дней – строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений. В рамках национального проекта образования у республики большие обязательства. В этом году в Чувашии в целом откроют свои двери 16 новых детсадов, в следующем еще 9, а реконструкции подвергнутся открытые в 60-70-х. Здравствуйте, в эфире программа «Между строк» и я, Ольга Алексеева. Справедливости ради напомним, решать проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях начали несколько лет назад. Тогда в правительство страны была поставлена задача – ликвидировать очереди для детей с трех лет. Были построены новые сады, стройдействующих вернулись и некогда закрытые из-за невостребованности. Это позволило снять напряженность. В рамках национального проекта правительство России намерено обеспечить местами и детей, как говорили когда-то, ясельного возраста с года до трех. Молодые мамы сегодня амбициозные, все хотят делать карьеру. И не каждая готова находиться в отпуске по уходу до трех лет, гарантированным государством. Женщины выходят на работу, а вот мест в детских садах для малышей явно не хватает. Вот что пишут в социальных сетях. Детские площадки вообще пустые, родители сами песок везут мешками, чтобы чем-то ребенок летом играл на улице. Жалко детей. В последней декаде октября в столичном микрорайоне Садовый торжественно открыли детсад номер 207. Здесь живут молодые семьи и о садике по соседству они только мечтали. У ребят и педагогов детсада номер 75 по проспекту 9-й пятилетки другое желание. Они хотят капитально отремонтировать свой второй дом. Впервые за 45 лет. Как тебя зовут? Семен, меня Миша зовут. Теперь будем знакомы. Теперь как зовут? Егор. Все, Семен, Егор. Теперь мы знакомы. Безусловно, открытие сада на 240 мест означает конец ранним вставаниям, нервотрепкам, вечным ожиданиям нужного транспорта. Теперь вот он рядом. 172-й садик ходили. Это находится на Чернышевского. Для нас это очень далеко. Мы нуждались очень в этом садике. Мы очень рады, что этот садик открывается. Планета детства – весьма символичное название. На этой планете есть все для жизни и разностороннего развития ребенка. Физкультурные и музыкальные залы, бассейн, лего-студия, а на улице 12 игровых площадок. Мы планируем попасть в этот детский сад, потому что все-таки новый детский сад. Тут все абсолютно оснащено, все для ребенка сделано. Нам здесь очень нравится. Наконец-то его открыли. В этот садик будут ходить и совсем маленькие – до трех лет. На строительство планеты детства ушло 148 миллионов рублей. Всего в этом году возводится 16 дошкольных образовательных учреждений. Следующим начнется строительство еще девяти. Детскому саду номер 75 по проспекту 9-й Пятилетки в этом году исполняется 45 лет. Эта дата станет не только поводом для праздника, но и будущего ремонта. В обновлении нуждаются внутренняя инфраструктура, окна и двери. Надо заново делать забор, заливать асфальт. Оборудование мы уже за последние пять лет частично поменяли. Но есть еще с 74-го года. С 74-го? Есть. Столы? Нет. Котлы новые, все новые. С 74-го года еще столы. Мы их меняем. На капитальный ремонт детских садов в 2020 году будет выделено 400 миллионов рублей. Он коснется этого и других садов, построенных в 1970-80-х годах. О своих пожеланиях ребята рассказали Михаилу Гнатьеву почти хором. Но три подрядчика, возводящих детские сады, попали в зону риска. Ход работ на строительстве детских дошкольных учреждений в Заволжье, Чебоксарском и Цивильском районах проинспектировал председатель кабинета министров республики. Деньги, деньги. Деньги, деньги. Как обедают? Деньги, хорошо. Добрый дурак. На улице видим. Раз, раз, пекается, раз, пыльется. Чем испугала рабочих представительная делегация из столицы республики, так и осталась загадкой. Зато стало понятно, почему строительство детского сада затягивается. Его открытие было намечено на лето, но сроки сдачи подрядчики продолжают переносить. Под угрозой срыва и другой контракт в Новочебоксарске. Они на два садика разрываются. Здесь строят и на Чебоксарске. Я летом думал, вообще на Чебоксарске быстрее закончено. Сейчас получается здесь больше объема работы выполненных, чем там. Фронт работ еще большой. По контракту в детском саду Сосновки должно быть создано 150 мест. Подрядчикам необходимо проложить инженерные сети, оборудовать лифт для инвалидов и бассейн. Подрядчики озвучили новые планы открыть детский сад до конца года. Председатель Кабмина отметил, что темп работ необходимо ускорить. Полны оптимизма и в Цивильске, хотя сдача объекта по контракту намечена на декабрь. Строители возводят третий этаж и прокладывают сети. А кладку я доделаю, если сократить. А суда? Тебя? На следующей неделе, на той неделе выйти. В следующей неделе, к концу недели хотим закройнуть, сюда уже на парапет и выйти. Проложить кровлю задача ближайших суток. Иван Моторин проинспектировал и строительство детского сада в деревне Большие Катраси. Его открытие намечено также на этот год. До 5 ноября двери наружу у меня тоже все будут стоять. И я буду штукатурить. Детские сады не должны становиться долгостроями, отметил Иван Моторин. Для подрядчиков это гарантированные заказы. А вот за срывом контрактов последуют штрафные санкции. Сбой в работе социальных объектов, несмотря на их различную ведомственную принадлежность, всегда вызывает резонанс. В определенных кругах сложилась даже устойчивая фраза. Звучит она так. В обществе есть запрос. Так вот, у читателей, слушателей и зрителей тоже есть запрос. По двум темам. И вот одна из них. Работа нового пищеблока и открытие спального корпуса психоневрологического интерната, что в Алатарском районе, под угрозой срыва. Подвел застройщик. Ситуацию на месте выясняли представители Министерства труда Республики и наша съемочная группа. В Алатарском психоневрологическом интернате живут 400 пациентов. Среди них есть и такие, которые не могут передвигаться и обслуживать себя самостоятельно. Из-за нехватки мест питаются пациенты в три смены. Новый пищеблок, который должны были открыть здесь в конце ноября, позволил бы решить эту проблему. Но подрядчик, организация «Союзстройинвест» не справился с поставленной задачей. Ждут здесь и появление нового спального корпуса на 158 мест. В настоящее время есть инвалиды с ментальным нарушением, которые ждут своего места в этом интернате. Введение, ввод его в эксплуатацию значительно улучшит именно качество жизни этих людей. И он очень нам нужен, этот корпус. К концу июня этого года были завершены только фундаментные работы. Все предложения и рекомендации ускорить ход стройки, работать в две смены, использовать специализированную технику и привлечь субподрядные организации застройщикам были проигнорированы. Мы неоднократно встречались с подрядной организацией, проводились совещания очень часто, выезжали на объект с Министерства труда и социальной защиты. Также подключился кабинет министра в лице Ивана Моторина. Представитель кабинета Резяпов обещал только и не выполнял свои обещания. После того, как стройку взяло под контроль правительство Чувашии, темпы ускорились. 4 июля текущего года уже был заключен государственный договор субподрядной организацией ООО «Строитель плюс» в лице директора Владимира Фарбера, который в настоящее время осуществляет строительные работы на площадке и необходимо отметить, что он взял на себя обязательства по окончанию строительства данного объекта. А «Союзстроинвест» в лице руководителя Эдуарда Резяпова ждет штрафных санкций за срыв обязательств. И, как заверила Алина Кузнецова, по предварительному подсчету они составят более 4 миллионов рублей. Еще одна тема. Закрытие двух автостанций в столице республики создало большие неудобства для жителей. Но если транспорт с пристанционной перевели на пригородный, то межмуниципальные перевозки с Новосельска теперь осуществляются с кольца рощи. Чиновники обещали взамен новую благоустроенную площадку в районе контура. Но не случилось по ряду причин, которые, в общем-то, неинтересны тем, кто хочет спокойно ездить в свои родные места, а то и на работу в соседние села. Можно ли найти выход из ситуации? Вот он встал. Сейчас еще этот встанет. Сейчас 120-й придет, который у Шомикова. Где он встанет? Вот сейчас автобус еще подъедет. Он это показывает туда. Нешуточные страсти на остановке общественного транспорта около рощи Гузовского в Чебоксарах, по словам водителей, разгораются ежедневно, особенно в часы пик. С 1 мая эта территория приняла на себя ответственность за межмуниципальные перевозки вместо сложившей полномочий автостанции Новосельская. 34 ежедневных рейса, нагрузка немалая. Неудобства в один голос высказывают как водители, так и пассажиры. Вот этот карман, вот как там, надо сделать вот до туда, пошире. Вот так нереально стоять. Сколько машин должны сейчас по графику встать. Вокзал надо. Зачем его закрыли? Виталий Неконоров часто ездит в деревню. Он сетует на то, что неточности в расписании доставляют неудобства. Сейчас пока летом еще парковаться можно машина. А зимой, если с ним не будет чистить. Раньше хоть новое село расписание висело. Вот сколько чего можно уехать. Ситуация усугубляется, когда приходят учебные машины, нелегальные перевозчики, таксисты и те, для кого закон о запрете парковки на полосе общественного транспорта не писан. Против водителей, паркующихся в запрещенной для их транспорта зоне, за последние 9 месяцев составлено более десяток протоколов. Бороться с нарушителями стражей дорог планируют путем введения в эксплуатацию камер видеонаблюдения. На данном участке дороги у нас установлены соответствующие дорожные знаки. Это полоса для движения маршрутных транспортных средств. Остановка запрещена и работает эвакуатор. За нарушение требований, предписанных дорожными знаками, у нас предусмотрена административная ответственность 1500 рублей. Решение о закрытии столицы сразу двух автостанций принимали их собственники. Якобы они нерентабельны. Взамен Минтранс говорил о площадке около контура, но не сошлись с цене собственникам. А ведь скоро зима. Зимой не знаю, как будет тут. Замерзли тут. Заболеешь, сквозит кругом. Скользко будет, аварии можно попасть. Надо просторно стоянки. Люди, чтобы отдыхали, здание было, в теплом месте ждали. Как там в этом? Около? Новосельский там. Не, неудобно, неудобно. Неудобно? Да, но и сладко войдет, обратно. Формально около кольца рощи есть помещение для ожидания, туалеты. Есть два кассово-диспетчерских пункта, но они не работают. Билеты люди покупают прямо у водителя. Об этой проблеме говорил на еженедельном совещании глава Чуваши. Хотя бы временные какие-то решения нужно принять. Кто-то на даче ездит, кто-то домой ездит, кто-то близким родственникам. Соответственно, сколько нужно времени для того, чтобы вынести решение соответствующее, для того, чтобы там администрировали и навести порядок? Проширить территорию соответствующую в части того, чтобы сделать комфортабельное нахождение граждан, которые здесь. То есть навесы, которые там должны быть, это первый вопрос. Второй вопрос – это в части конечной остановки троллейбуса, та территория, которую мы также рассматриваем здесь из-за того, чтобы сделать конечную остановку. Третий вопрос, который мы хотели по территорию в аренду – это предприниматели. Но там такую сумму заломили, порядка 500 тысяч в месяц. Это нереальная соответствующая. Последний этап, все-таки, я думаю, вопрос решится через то, чтобы предполагать, как оставить новосельскую. Потому что это одно из реальных мест, где в дальнейшем также шли эти пассажирские перевозки. Заинтересованные ведомства должны объединить свои усилия в решении этого вопроса. Ведь на чашу весов интересы жителей. И тем быстрее они это сделают, тем комфортнее станут поездки в районы. Читайте между строк и делайте свои выводы. Редактор субтитров А.Семкин